17 февраля 2019 года Мы с вами, друзья, можем рассуждать о тех или иных людях и говорить сплетни это или не сплетни и вообще как мы к этому относимся, как к желтой прессе или вообще как к разговорам о политическом деятеле однако же у нас есть наш президент страны Владимир Путин и женщины, которые находятся с ним рядом это его честь, совесть и это его лицо и страна хочет знать своих героев страна хочет знать о женщине, которая вдохновляет президента на большие подвиги, которые он совершает сегодня с нашей страной и президент, если он имеет много детей о чем я рассказала в предыдущем ролике то есть нашего президента 5 детей и еще есть внуки вот первых двух дочерей мы должны понимать, что президент волей-неволей он должен думать и заботиться о детях мы с вами ощущаем эту заботу или нет? а вот в этом случае мы должны понимать почему вдруг нет этой заботы, которую мы не ощущаем она вероятно есть, но мы, люди, ее не ощущаем суслик, он видишь, там сидит нет, не вижу, а он там есть их там нет, это принцип государства сегодня наш и поэтому мы должны четко определять для себя какая женщина вдохновляет сегодня Путина на его политические подвиги как бы там ни было, никогда нельзя держать отдельно политика и жена, которая рядом это всегда все вместе оно как клубок знаете, как клубок змей закручивается так же и здесь клубок чувств и политических шагов оно все закручивается вместе само по себе ничего так не бывает поэтому мы обсуждаем сегодня личную жизнь Кабаевой не потому, что нам важна личная жизнь какой-то гимнастки да никогда мы с вами не стали бы Хоркину обсуждать или какую-то другую гимнастку они нам не нужны но Кабаеву мы обсуждаем только с точки зрения той, что она находится рядом с первым лицом государства она влияет на его решение она его муза она его женская энергия которая его вдохновляет и направляет женская энергия в сосуде мужском является определяющей и вот здесь получается, что определяющей является энергия Алины Кабаевой а мы думаем, почему же к детям, к нашим такое отношение но у самой Алины Кабаевой родилось от Путина как я сказала в предыдущем ролике а это я вам говорю из статей, которые я вам привожу этими статьями пестрят СМИ ну и конечно и все политики об этом говорили в свое время это известное явление это не то, что там сегодня я вам принесла какую-то новость сверх-сверх нет, это то, что было уже и так мы с вами обсуждаем Алину Кабаеву только с той точки зрения, что она является музой она является женской энергией которая наполняет сосуд нашего Путина личная жизнь Алины Кабаевой Алина Кабаева родом из Узбекистана Алишер Усманов, он тоже из Узбекистана и Виннер, тоже оттуда Виннер которая протежировала Кабаеву рядом с президентом России потому что Усманов, ее муж, муж Ирины Виннер один из богатейших олигархов нашей страны и, конечно, он, находясь рядом с Путиным они, конечно, могли привести красивую девушку Владимиру Путину когда он был одинок и он жаждал любви ну какой мужчина не жаждет любви тем более на склоне лет и вот Алина Кабаева во многих местах пишут, что она русская по национальности посмотрите на это прекрасное, красивое лицо Алины Кабаевой ну, конечно же, оно не русское по сведениям, которые ходят в интернете мама Алины Кабаевой, она еврейка у евреев статус определяется по матери поэтому здесь этот статус определяющим является у нас как-то в стране воспринимают некоторые вещи так, скажем, агрессивно или с каким-то другим смыслом возьмите, допустим, дочку чеченского лидера Рамзана Кадырова да разве он выдаст ее замуж не за чеченца это невозможно, это нонсенс и точно так же его сыновья они будут женаты на чеченках или на мусульманках но очень близких близких по крови я имею ввиду по вероисповеданию точно так же Алина Кабаева если она еврейка по маме она, конечно же, по многим показателям подошла на престол России а престол России это Владимир Путин и вот здесь эти все показатели сошлись с одной стороны она так удачно из Узбекистана это ближайший друг Путина Алишер Усманов и Ирина Вина то есть они стоят за свою девочку а с другой стороны мама корни Алины Кабаевой от мамы они тоже не противоречат тем, кто находится сегодня в правительстве России они наоборот все в плюс только идут поэтому когда выбирали для президента страны кандидатку а его знакомили со многими кандидатками Алина Кабаева оказалась одной из наиболее подходящих кандидаток на этот пост это пост ну можно сказать это роль нет, она не играет здесь никакую роль она находится на посту она находится на боевом посту рядом со своим мужем-президентом но скажите Хоркина могла бы стать на этот пост? нет Хоркина по внешности не отвечает требованиям то есть у Хоркина нет той крови достаточной в объеме которая есть у Алины Кабаевой чтобы занять место матки России которой она сейчас занимает она на нее претендует и так давайте посмотрим на Алину в ее молодые годы я бы не хотела чтобы женщины так шипели и как-то рассуждали неадекватно все вы были молодые а вот вы представьте девчонку такую смелую такую эмоциональную в работе а вы видели да ее она профессионал высокий профессионал и в работе она буквально таки может сожрать любого чтобы только достичь своей цели это хорошо она идет за достижениями в вознеможении тренируя свое тело да она как танк да правильно она как танк а как иначе в спорте иначе нельзя вот такую женщину и подобрали Владимиру Путину чтобы вы имели представление никто к Владимиру Путину не подойдет без того чтобы одобрили военные а в данном случае ГРУ одобряет но и ФСО которая рядом находится здесь они уже совместно советуются и дают Владимиру Путину президенту ту женщину которая наиболее подходит они ее отбирают она проходит кастинг такой негласный об этом нигде не говорится это только я вам могу сказать и рассказать зная тайны мадридского двора так вот чтобы выступать и чтобы вообще заниматься Алине пришлось 12 лет заняться еще прежде своей фигурой она буквально ничего не ела она пила одну воду а вы попробуйте столько труда вкладывать вот это же труд это же физическая нагрузка и не есть вы попробуйте так женщины со своими фигурами где у вас будет талия посмотрите вы все потеряете животы одновременно и одномоментно потому что потому что нужно следить за своей фигурой Алина Кабаева следит за своей фигурой Владимир Путин у Алины Кабаевой был конечно не первым мужчиной потому что девочки когда в таком спорте а она греметь уже начала на всю нашу страну и у нее много мужчин было рядом с ней было много мужчин и конечно как вы понимаете мужчины были в основном все спортсмены рядом которые начинали ухаживать почему да потому что они все ездили командами это спорт и они все ехали командами на соревнования и вот здесь первым гражданским мужем оставившим след в жизни Кабаевой стал известный футболист Максим Бузникин тогда они были еще совсем молоды Максим забивая голы показывал болельщикам майку с фото Кабаевой позже записывал и посвящал ей песни но отношения их не переросли в свадьбу какая женщина девушка вернее не мечтает о свадьбе тем более с первым любимым мужчиной конечно же мечтает но они расстались может быть здесь влияние было Ирина Виннер она мамка очень строгая она умная и строгая мамка она умеет направлять правильно своих девочек но Алина ведь была оторва такая она была эмоциональная она буквально вся взрывная девчонка была как ее удержать вот скажите даже такая как Ирина Виннер разве могла она такую огонь девчонку удержать в руках она старалась но не всегда получалась и вот вторым гражданским мужем в жизни Алины стал Давид Мусселяни майор полиции вы представляете да милиционер нет чтобы миллионера взять она снова взяла бедного милиционера он конечно не был беден а роман их был очень бурный Алина даже перебралась к Давиду жить хотя это нарушало традиции ее семьи все шло к свадьбе Давид подарил Алине дорогую машину в знак своих чувств к ней но именно это сыграло с ним злую шутку потому что здесь встала жена на она она забила тревогу Алина не знала якобы что он женат и здесь началось внутреннее расследование в полиции откуда у майора такие деньги и здесь конечно вылилось что он женат и у него есть ребенок несмотря на это Алина прожила с ним три года а вообще отношения продолжались пять лет это не все так просто было а продолжались отношения пять лет три года она с ним прожила и он разошелся таки со своей женой через три года этот вот красавчик такой он нашел себе другую девочку актрису модель с которой стал так же жить и Алина об этом узнала но здесь Алина возобладала вдруг какой-то силы неимоверной и эту девочку стерли вообще из памяти всех я не знаю даже сейчас где эта девочка находится она просто исчезла она перестала сниматься в кино она перестала быть моделью ее уничтожили здесь конечно не сила в олене самой здесь сила обиды мамки говорит за спиной ты стояла мамка да еще какая мамка такую мамку бы всем мамкам и вот эта мамка она конечно же я думаю отомстила чуток за слезы Алины когда-то рыдала в подушку что сейчас с этим Давидом Мусселяни я не знаю но судя по поступи нашего президента а он ведь не прощает он ведь мужчина строгий это не тот костюмчик которого вы видите на приемах с взглядом собаки знаете такой подобострастный смотрит в лицо всяким олигархом или даже каким-то президентом стран нет это не тот костюмчик это другой и вот он-то довольно-таки строгий он жестокий дядька он отомстит ну как это вот Алина так была влюблена в какого-то Мусселяни и что сейчас с этим Мусселяни мы не знаем однако же я вам рассказала о мужчинах которые были рядом с Алиной Кабаевой ну а сейчас смотрите мои все ролики предыдущие которые я делала один из новых роликов это как раз дети Алины Кабаевой или сколько у Путина детей где говорится о свадьбе Алины с Путиным и также о разводе есть ролик который набрал миллион семьсот тысяч просмотров посмотрите его потому что на сегодняшний день положение изменилось я вам чуть попозже сделаю еще один ролик и расскажу в чем тут фишка я Таня Карацуба Сиитбурхан 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 Сиитбурхан